Малышка 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 Я буду верить, что у Бога исполняет Чисто вам противник Я буду верить, что у Господа Бог сказал, что я сполен Бог сказал, я истрелён Бог сказал, свободен я Весь победа у меня Бог сказал, что я сполен Бог сказал, я истрелён Бог сказал, свободен я Весь победа у меня Бог сказал, что я сполен Бог сказал, я истрелён Бог сказал, свободен я Весь победа у меня Бог сказал, что я сполен Бог сказал, я истилен Бог сказал, свободен я Есть победа у меня Бог сказал, что я спасен Бог сказал, я истилен Бог сказал, свободен я Есть победа у меня Бог сказал, что я спасен Пострадал я истрелён, Пострадал свободен я, Есть победа у меня. Через словом поверишь ты, Я буду петь слово Господа. Через словом поверишь ты, Я буду петь слово Господа. Через словом поверишь ты, Я буду петь слово Господа. Гос сказал, что я спрят, Гос сказал я истрелён, Гос сказал, свободен я, Есть победа у меня. Гос сказал, что я спрят, Гос сказал я истрелён, Гос сказал, свободен я, Есть победа у меня. Гос сказал, что я спрят, Гос сказал я истрелён, Гос сказал, свободен я, Есть победа у меня. Гос сказал, что я спрят, Гос сказал я истрелён, Гос сказал, свободен я, Есть победа у меня. Аллилуйя! Слава тебе! У нас есть победа в церкви! Аллилуйя, Господь! Слава тебе, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя, народ Божий! Я вас всех приветствую во имя Иисуса Христа. Аминь, Господь, Он Бог всего. Господь здесь. Аллилуйя! Приветствую вас, загорелые мои. Приветствую вас накануне праздника, который празднуют язычники, который празднуют по простонародию, который празднуют по обычаям. На самом деле это не праздник. Ничего хорошего нету, чтобы ходить и поклоняться камням на кладбище. На самом деле ничего хорошего нет. Надо пойти поухаживаться могилкой, убрать там, вспомнить по-хорошему наших родных. И это можно сделать в любое время. Но то, что делают традиции, это традиции, которые просто людей приводят, как называется, в идольское поклонение. Это называется идолопоклонение. И на кладбище в этот момент ликуют и празднуют от небесы только. И люди приходят помянуть своих близких, а потом начинают горлопанить песни, орут. Какое же тут почитание вообще своего умершего отца или матери? Никакого почитания нет. Люди просто хотят ублажать себя. Люди просто хотят доставить себе какую-то радость, комфорт и показать всем угодей, что, вот видите, я тоже исполняю эти языческие обряды. Поэтому мы верующие в живого Бога, и мы знаем, что человеку однажды дано родиться и однажды умереть. И дальше, куда человеческая душа пойдет, делаем мы здесь живые на земле этот выбор. Или я хочу быть с Господом в вечность на небе, или я попаду в ад, если я не приму Иисуса как жертву за меня, за все мои грехи. У нас с вами должно быть такое понимание и радость, и молиться, конечно, нам надо за всех этих людей. Когда-то я сама по обычаю ходила на кладбище, и меня аж содрогало, я проходила мимо могил, думаю, Бог мой, как же они там понапевались, и что же это такое, ну каких близких они вспоминают. Там чуть ли не лежат на этих могилках, и готовы уже вместе с умершими своими косточками лечь тоже на могилки. И меня всегда это возмущало. На самом деле, кладбище, где просто мертвые тела лежат, а душа, дух человека, он уже где-то в другом месте. И мы с вами знаем, что приводит к тому или иному месту. Аминь. Но мы с вами торжествуем Пасху. Это Христос, заклонный за нас. Это вечная жизнь, которая в наших сердцах родилась. В тот момент, как только мы приняли Иисуса Христа своим Господом, Его жизнь возродилась в нас. Аминь. Дорогие мои, поэтому мы можем говорить, каждый день Христос, моя Пасха. Заклонный за меня. Заклонный за мои грехи. Аминь. Я люблю поесть булочки. Но я торжествую победу моего Господа. Я славлю Его. И я бессмертно благодарен Ему за то, что Он сделал для меня и для каждого человека. Аминь. Давайте немножко помолимся. Аллилуйя Господь. Боже, мы благодарим Тебя за этот светлый день, который Ты сотворил, Господь. Мы благодарим Тебя за волю Твою для народа Твоего. Мы благодарим Тебя за Твои заповеди, которые для меня благо, которые есть путь для меня, которые открывают мне путь жизни, Господь. Я благодарю Тебя за Твои заповеди. Я хочу следовать за ними. Мой Бог не за человеческими традициями. Мы хотим следовать за Твоими заповедями. И мы благодарим Тебя за ту способность слышать от Тебя, которую Ты открыл в нас. Мы благодарим Тебя за ту святую, который прикоснулся к нам, возродил наш Дух в жизни вечной, наполнил нас радостью, наполнил нас жизнью, наполнил нас миром Божьим. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что в вечность мы будем с Тобой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, Которому мы можем поклоняться. Один, единственный, всемогущий, всезнающий, внездесущий. Ты один, Господь, Господь, Отец и Сын и Дух Святой. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты всегда с нами, за то, что Ты слышишь народ свой, за то, что мы можем поклоняться Тебе, живому Богу, за то, что мир и радость наполняют нам, за то, что Ты приготовил для нас Твой путь, за то, что для каждого из нас есть предназначение Тебя за эту привилегию служить, поклоняться, благодарить великого Бога. Это привилегия, Господь. Служить Тебе, не служить камням каким-то, не служить каким-то идолам, мой Бог, которые могут каждый год меняться, менять свои имена, менять свое назначение, а поклоняться только Тебе, одному и единому Богу. Да буди Тебе со славой, мой Бог. Я призываю Твою благодать на Церковь Твою, тех, кто Он не с нами, по какой-либо причине. Я призываю Твой мир на каждую семью. Я призываю, мой Бог, Твою радость на Церковь Твою, Господь, Дух Святой, двигайся среди нас. Я прошу Тебя, прикасайся к каждому сердцу, и пусть радостью наполнится сердца, радостью и миром, не тоской и печалью, а радостью и миром, по живому Богу. Боже, славим Тебя, благодарим Тебя. Господь, мы молимся за всех людей, кто еще в каком-то отступничестве, кто в каком-то сомнении, мой Бог, кто в каких-то тревогах. Мы призываем Твою мир на их жизни, мы призываем Твою волю в их жизни, Твою волю, благоугодную и совершенную. Боже, спасибо Тебе, что Ты наполняешь наши сердца искренностью, мой Бог, состраданием и любовью каждому человеку, мой Бог, мы преклоняем сердца свои перед Тобой. Вместо всего города, вместо каждого человека мы преклоняемся перед Тобой, Господь. Просим, пусть каждый человек в этом городе познает Тебя и во всех окрестностях этого города, познает Тебя, преклонится перед Тобой каждый человек, чтобы никто не погиб, чтобы никто не пошел в ад. Боже, пусть каждый человек взывает к Тебе всем сердцем, всей душой, всей своей силой, всей своей крепостью. Боже, мы благодарим Тебя за каждую спасенную душу. А наш дай дерзновение рассказывать о Тебе, дай дерзновение свидетельствовать о Тебе, дай дерзновение приводить людей к покаянию во имя Иисуса Христа, чтобы кто не погиб, но имел жизнь вечную. Дай, мой Бог, эти способности, Господь, эту жажду, эту любовь к людям, чтобы знакомить их с Тобой, чтобы мы могли знакомить каждого человека с Тобой. Боже, спасибо Тебе, выводи на нашу дорогу людей, которые жаждут, ищут Бога, но не могут сами найти. Господь, спасибо Тебе за Твою церковь. Боже, спасибо Тебе за эту благодать. Спасибо Тебе за каждого человека драгоценного. Спасибо Тебе, пусть наши уши будут ответны к Тебе, чтобы мы больше и больше познавали Тебя, чтобы ближе приближались к Тебе. Господи, да склоняйся каждого сердца перед Тобой. Склоняйся перед Тобой. Склоняйся в молитве. Склоняйся в прославлении. Склоняйся в поклонении. Склоняйся искренними сердцами. Бог наш, Ты нужен нам. Мы так жаждем Тебя. Ты нужен нам. Никто не может заменить Тебя. Никто, ни один человек, хороший или плохой, близко или не близко, никто не может заменить Тебя. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы говорим Тебе от всего сердца. Как мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Дух Святой, у нас лучший друг. Дух Святой, наш помощник. Наш утешитель. Дух Святой, научи нас. Научи нас всех общаться с Тобой. Научи нас молиться. Научи нам принимать Слово Твое. Научи нас, Господь, исследовать Твое Слово. Научи нас советоваться с Тобой. Научи нас, Господь, держать совет друг с другом. Господь поддерживает друг друга. Научи нас, Господь, быть одной командой вместе со Христом. Бог добудет вся слава Тебе. Превозносим, превозносим царя, царей Господь. Он ее превозносим. И дай нам каждому исполнить свое призвание на этой земле. Да будет Тебе вся слава. Будь превознесен. В наших сердцах, наших умах. Будь превознесен. Слава Слове. Давайте раздадим Господу великую славу. Потому что Иисус только достоин всей славы. Иисус, ты достоин. Аллилуйя. Аллилуйя, любимый. Драгоценный Господь, мы любим Тебя. Аллилуйя. Давайте будем учиться говорить Господу много-много. Я люблю Тебя. Иисус, я люблю Тебя. Давайте скажем. Иисус, я люблю Тебя. И дети тоже говорите. Я люблю Тебя. Потому что Он так возлюбил Тебя. Он возлюбил Тебя. Несмотря ни на что. Ни на что. Ни на твои способности.